Почти месяц прошел со дня, когда 38-летнюю жительницу Владимира Елену Взорову видели в последний раз. Елена работала в нелегальной бригаде, многие из работников которой живут в хибарах прямо на краю Новоалександровской свалки. За определенную мзду сотрудники свалки приводили бригаду на разрабатываемую карту и позволяли выбирать из свежеподвезенного мусора цвет мет. Мзду брали этим же цветным металлом. Последний раз члены бригады и трактористы видели, как Елена подбегала к одной из машин с проводами. Я думаю, ее завалил трактором. И дело в том, что они не хотят ее искать. Они продолжают туда сыпать мусор именно на то место. Как так? Руководство свалки попыталось инцидент скрыть. Еще два дня, пока не забили тревогу родственники, на это место продолжали свозить мусор. Всего здесь было вывалено более 150 большегрузных машин. Лишь на третий день место оцепили следователи. Но поиски пропавшей продолжались недолго. Приехало пять человек следственного комитета. Была плохая погода. Те сидели в машине. Попросили местного экскаваторщика начать копаться на углу. Покопали. Экскаватор сломался. Опять сделали покопали. Короче, копали часа четыре в этот день. На второй день я приехала к восьми утра. Меня туда не пускают. Следственного комитета никого нет. В следственном комитете нам объяснили, что раскопки приостановлены временно. Поскольку на поиски уходят слишком много сил и средств. Мне рассказали следователи, где-то глубина 10 метров отхода. Следователи совместно с оперативными службами полиции, наши коллеги помогали. В общем-то, на два метра глубиной производили вот эти раскопки. Как сообщила нам Ирина Минина, сразу же после праздников, если Елена не найдется, будет возбуждено уголовное дело. И тогда поиски придется возобновить. 12 мая, если за эти вот дни не будет обнаружена женщина, будет принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, а именно убийство. По словам следователей, если тело Елены действительно покоится под мусором, то рано или поздно его все равно найдут. Тем более, что после нашего предыдущего сюжета, по поручению областной прокуратуры, свалку проверили федеральные надзорные органы и выявили целый ряд серьезных нарушений. В ходе проверки было выявлено, что рекультивация проводится с использованием отходов, отходы завозятся. Этот факт констатировали. Мы посчитали, что это нарушение закона об экологической экспертизе, составили соответствующий протокол и выдали предписание, что с 1 мая работы на этом объекте по рекультивации нужно проводить без применения отходов. Оказалось, что на Новоалександровскую свалку по проекту рекультивации, прошедшему экологическую экспертизу, вообще нельзя было возить никакого мусора. По предписанию, выданному Росприроднадзором, с 1 мая воз мусора на нее запрещен. Засыпать тело пропавшей Елены больше не получится, и родные верят, что ее можно найти. Тем более, что у Елены остался двухлетний сынок, судьба которого теперь под вопросом. Ведь для того, чтобы оформить опекунство, нужно найти тело умершей мамы, либо ждать годами. Опека говорит, что даже если его сейчас взять опекунство на этот ребенок, нужно через суд доказать, что она без вести пропавшей. Без вести пропавшей ее можно признать только через два года. Через пять лет можно признать умершей. Через несколько дней пропавшую вновь начнут искать. Так уж составлены наши законы. Для возбуждения уголовного дела в случае пропажи человека всегда выжидается ровно 30 дней. Евгений Локтионов, Константин Миронов, 6 канал.